Привет, друзья! Вы на канале Байтихлабс и с вами Аня. И сегодня у нас обзор очередного видеорегистратора. Никаких сюрпризов, это снова не олайн. Но если раньше мы тестили модели, ну так сказать, не первой свежести, то теперь настоящая новинка. YDS31, о которой и пойдет речь сегодня, представили в конце 2017 года. YDS31 это по сути бюджетка, но у нее есть несколько важных отличий. Во-первых, тут уже по умолчанию есть поляризационный фильтр, что обычно характерно или для самоделок, или для более дорогих устройств. А во-вторых, вместо встроенного аккумулятора используется суперконденсатор, прямо как в некоторых электробусах. У суперконденсатора есть масса преимуществ. Это и высокая скорость зарядки, и отсутствие эффекта памяти, и малые размеры. Благодаря суперконденсатору регик можно оставлять в машине и на морозе, и ничего прибору с этого не будет. Звучит заманчиво, учитывая, что зима длится у нас чуть ли не полгода. Конечно, есть и суперконденсаторы и минусы, но для регистратора они не критичны. Заинтересовало вас немного? Ну что ж, тогда давайте поближе знакомиться с YDS31. Корпус этого регика, как и большинства других, напоминает фотоаппарат. На объектив уже по умолчанию накручен поляризационный фильтр, а рядом с ним находится в прорезь микрофона. Все слоты и разъемы находятся на гранях корпуса. Слева порт HDMI, снизу слот для карты памяти и кнопка перезагрузки, а справа мини-USB, который традиционно служит как и для подключения к ПК, так и для подачи питания. На тыльной стороне размещен полутора дюймовый дисплей, светодиодный индикатор и набор клавиш управления. В общем, если не онлайн в YDS31, не первый видеорегистратор в вашей жизни, то инструкцию можете не читать, разберетесь даже с закрытыми глазами. Отдельно хочется отметить, что регик реально очень маленький, аналогия с коробком спичек в этом случае более чем уместна. В комплекте поставки имеем сразу два крепления, одно на присоске, второй на скотче 3M. Есть еще дополнительный пятак скотча про запас и очень удобный адаптер питания с двумя разъемами USB. От одного можно питать регик, от другого, например, заряжать свой телефон. А сейчас несколько слов о характеристиках YDS31. Этот регик собран на процессор Novatec, оснащен матрицей Sony и многолинзовым объективом со стеклянной оптикой. Для бюджетника набор компонентов правильный. Максимальное количество видео – это Full HD со скоростью 30 кадров в секунду, угол обзора 140 градусов, есть G-сенсор и датчик движения. GPS-а тут нет, что и понятно, трудно его вписать в ту цену, что просит за регистратор. А вот поддержка VDR есть, она позволяет улучшить качество съемки против солнца и читаемость автомобильных номеров ночью. На стекло YDS31 монтируется быстрее, чем Lada Vesta набирает 100 км в час. Хотя со скрытой проводкой, конечно же, придется повозиться. Принцип работы традиционный. При включении зажигания включается видеорегистратор и начинается запись. При отключении зажигания запись прекращается. Меню регистратора простое и интуитивно понятное. В нем можно задать качество съемки, длительность видеофайла, уровень экспозиции, активировать или деактивировать датчик движения, настроить чувствительность G-сенсора, указать номер своего автомобиля, включить или выключить режим VDR. Качество видео вполне достойное для такого компактного устройства. Четкость и детализация находятся на хорошем уровне. В движении без проблем можно рассмотреть номера автомобилей, движущихся в соседнем ряду. В подавляющем большинстве ситуаций это более чем достаточно. При ночной съемке проявляются ощутимые шумы, однако они не мешают фиксации дорожной обстановки должным образом. Итак, выводы. Nealine WDS31 показал себя добротным видеорегистратором без излишеств, если только к таковым не относить антибликовый фильтр и супер конденсатор. К тому же прибор занимает минимум места на лобовом стекле, а в случае чего его можно быстро закинуть в карман и унести домой на ночь. Но даже зимой можно обойтись без этого, ведь установленный у WDS31 супер конденсатор, в отличие от обычной батареи, не боится морозов. Так что если вы ищете компактный видеорегистратор с добротным качеством записи видео, то WDS31 я вполне рекомендую.